Денис, приветствую тебя. Привет, привет. На совместном разборе текущей рыночной ситуации традиционный взгляд фундаментальный и, собственно, технический, друзья. Кому что больше интересно, мы с Денисом стараемся все-таки дать объективно то, что на рынке происходит, чтобы у вас было четкое представление о том, что творится, чтобы вы точно, опять же, проявляли торговую активность и использовали те возможности, которые на рынке сейчас есть. Ну, с позиции фундамента, со своей стороны, отмечу, что сейчас рынок заряжен ожиданиями вот этих новых фискальных мер стимулирования со стороны Конгресса США. Это, пожалуй, тот фонд, который ни в коем случае нельзя недооценивать. Это точно то, что раскачает финансовые рынки, как минимум приведет к выдвижению доллара. А доллар, как мы с тобой не раз также подмечали, он уже определяет тренды в отношении других финансовых инструментов. По поводу фискальных стимулов могу отметить, что есть информация только о том, что переговоры будут возобновлены. Сегодня, получается, уже четвертый день подряд. Не уверен, что будет какой-то компромисс и придет к какому-то знаменателю прямо сегодня. Но думаю, что это все-таки произойдет в ближайшие дни. Поэтому мои ожидания по доллару, исходя из того, что я отношусь к тем трейдерам, которые считают, что дополнительные вливания ликвидности в экономику – это то, что будет размывать денежную массу, провоцировать риски инфляции, девальвация валюты. Короче, новые стимулы для меня – знак равно слабость доллара. Поэтому в отношении американской валюты я вот с некоторых пор занял только одну позицию – это тотальных продаж. Денис, я предлагаю посмотреть на то, что происходит с рядом рисковых инструментов. Обратите внимание сегодня на золото, что, в принципе, логично, раз делается акцент на динамику доллара. И можно еще посмотреть также и на рынок нефти. Давайте сразу к демонстрации. Так, в плане рисковых активов у меня есть несколько торговых рекомендаций. Прежде всего, я хотел бы обратить, друзья, ваше внимание на то, что если, опять же, ожидается снижение доллара, если вы разделяете такую же точку зрения, считаете, что индекс американской валюты может оказаться гораздо глубже текущих значений. Вот сейчас 93.35 у нас по индексу доллара. Моя субъективная цель, что индекс легко может просесть и в район 92. Поэтому, если мы посмотрим на реакцию рынка касательно рисковых инструментов и то, что с ними происходит, когда слабее доллар, мы в этом могли убедиться в последние недели, что риск активно растет. Фунт – это как бы актив. И, с одной стороны, его движения могут быть предсказуемы, если делается акцент на снижение доллара. Но вот, с другой стороны, здесь есть собственный фундамент. Это, опять же, и Brexit, и предстоящие заседания Банка Англии, которые могут подпортить этот бычий настрой и спровоцировать развитие нисходящей динамики. Но вот заседание Банка Англии будет в этот четверг. Я думаю, что тогда фунт может оказаться, столкнуться с распродажами, но это будет только в четверг. Я думаю, что на следующем с тобой видео мы в выпуске как раз, может быть, и уделим внимание заседанию Банка Англии. Сегодня же я предлагаю поставить на снижение индекса доллара и, соответственно, на рост британской валюты. То есть будем покупать на ожиданиях и, возможно, впоследствии продавать на факты. Для того, чтобы воспользоваться этой идеей, рекомендую сделку Байлимит с уровня 1.3010. Сейчас фунт против доллара котируется на отметке 1.3056. Если каким-то чудом, вполне возможно, Конгресс все-таки прямо сегодня согласует этот триллионный пакет, то тогда пара фунт против доллара может легко оказаться на прежних максимумах в районе отметки 1.3175 или даже выше. Если кому-то интересна европейская валюта, там уже будет маячить сопротивление повторное 1.19. Что касается золота, здесь, в принципе, расклад такой же. Одна из основных движущих сил для восходящего последнего движения. Вот золота — это слабость доллара, соответственно, ожидание ослабления дальнейшего американского валюты будет способствовать сохранению вот этого восходящего ралли, которое продолжается уже длительное время. Я думаю, что по золоту мы все-таки увидим 2.000 долларов за тройскую пункцию. Самый распространенный вопрос сейчас — это можно ли и стоит ли сейчас покупать. Опять же, это вопрос, который звучит со стороны тех, кто упустил все вот это восходящее ралли и сейчас разбудет руками и ищет еще возможности для того, чтобы приобщиться к этому ралли. Ну, в целом могу сказать, что если упустили, рост сами виноваты, что уж тут отметить. Но если еще считаете, что можно воспользоваться длинной позицией и готовы рискнуть, опять же, не стоит забывать, что золото может дать очень нехиловую коррекцию, я рекомендую присмотреться к уровню 1960 и в случае коррекции к этому назначению покупать также через атошку buy limit с ожиданиями последующего перехая. И что касается рынка нефти, вот хорошо, прям сейчас мы валимся активно. 43.55 долларов за баррель, вот я отметил уровень, который можно рассмотреть в качестве уровня покупки, это 43.50. Нефть находится в длительный период времени в таком диапазоне узком, 42-44 доллара за баррель. Я думаю, что выход произойдет очень скоро. Но пока что, опять же, акцент тот же самый, что и в отношении прочих рисковых инструментов. Нефть – это тоже рисковый актив. Если мы ожидаем восстановительной динамики риска из-за слабости доллара, нефть также может подрасти. Опять же, вчера трейдеров нефтяного рынка вдохновили отчеты по активности производственных секторов США и стран валютного блока. Это улучшило ожидание по темпу мирового экономического восстановления. Моя вот такая долгосрочная оценка. Я хочу зашартить нефть, но буду делать это вот примерно, даже на графике сейчас можно будет увидеть, после того, как бренд даст вот еще один импульс наверх в район 45.50, может быть, чуть повыше. Оттуда я буду шартить. Но пока что все-таки позиции лонговые тоже buy limit с уровня 43.50. И как раз ожидание движения в район 45.50. Денис, слово тебе передаю. Так, хорошо, сейчас. Все, слово взял. Итак, значит, касательно фунта. На самом деле по фунту достаточно интересная, я бы сказал, даже прибыльная, выгодная ситуация. Дело в том, что по фунту на данный момент у нас, да, там внутри какие-то поползновения внутренние происходят, но в целом здесь очень важно то, что в пятницу сделали все-таки кульминацию. И очень хорошо видно и по объемам 4-часового графика, и по объемам часового тайма. Потом еще покажу то же самое. Здесь огромное вливание было, то есть однозначно уже начали фиксировать покупки и потихоньку начали заходить продавцы. Следовательно, у нас есть еще вверху вот такой прекраснейший диапазон 1.32-1.32.80. И внутри данного диапазона как раз я считаю, что произойдет полноценный разворот на достаточно глубокую коррекцию. Поэтому в идеале я лично склоняюсь к варианту, что попытаются добить вверх вот 32-32.80 и отсюда уже можно будет продавать. Тем более сегодня делаем на своем канале в Телеграме пост по фунту с опционной точки зрения. И вчера как раз огромные объемы просто вот так вот разово перетекли на крупный достаточно страйк на 32.50. Премия от него вот у нас 32.60 находится. Поэтому фактически подобные вещи, они чаще означают, что момент экспирации, экспирация месячных контрактов у нас будет происходить уже в эту пятницу. И крупняк, видимо, ожидает, что все-таки пятницу попытается добить куда-нибудь вверх в район 32.50. А вот уже следующий месячный контракт там уже на порядок ниже находятся ключевые премии. Поэтому считаю, что на этой неделе еще в идеале бы сделать расклад на то, чтобы выбросить цену вверх, а потом уже корректироваться вниз. И тем более, опять-таки, то, что я говорил касательно часового графика, вот если посмотреть, так, сейчас фунду это евро, вот у нас фунт. Если посмотреть на фунт с позиции объемов и взять вообще вот весь цикл роста, который еще с 30 июня и вплоть до прошлой пятницы, то вы увидите, что самый крупный объем, еще и точечный в Реване, еще сумасшедшая вот у нас кумулятивная отрицательная дельта у нас находится именно вверху. Вот он, самый большой вертикальный объем. То есть это чистейшая кульминация, классический вариант кульминации, который, ну, цена просто так не оставит без внимания. Потом очень часто происходит его ретест, частенько бывает и с ложным пробоем, а после этого уже красивый делался разворот. Поэтому я все-таки хочу видеть добой, на вот эти внутренние движения никакого внимания не обращая. Мне интересует только эта зона, поэтому с нее буду уже продавать. Что касается золота. По золоту у меня мнение не менялось. И в прошлый раз, и в позапрошлый раз у меня по-прежнему ориентир в район 2020, ну, тем более 2020 год, цена 2020, я думаю, тоже очень увлекательно будет выглядеть. С опционной точки зрения, то у нас, смотрю, следующие месячные контракты разбросаны как раз выше вот 2040 с копейками, 42 премии находятся. Поэтому, в принципе, этот диапазон протестировать, ну, блин, просто необходимо будет. Многие сейчас могут заметить на то, что цена вошла в такой некий треугольник как раз, который чаще всего пробивается вот по ходу самого движения. Поэтому я все-таки дополнительно ожидаю, то есть и техническими методами, и рациональными методами. Плюс статью писал по поводу того, как 6 причин, по которым золото как раз будет все расти. Поэтому я все-таки стану неоспоряю, что попробую вот сюда выбраться. 20-20, 20-40. Пока вот такой диапазон, ну, а там будем уже уточнять его. Касательно нефти я поддерживаю твое мнение. Вот как раз у меня район, тут единственное, только очень-очень размазано, потому что сложно выделить одну такую зону, чтобы наверняка было. Но приблизительно она будет выглядеть вот в таком виде. Значит, 40-40, это верхний ее диапазон. Вот сейчас отмечу его. Вот раз. И нижний диапазон приблизительно в районе 39-90 с копейками. В общем, с этого диапазона я считаю, что попытаются сделать выход вверх, потому что, опять-таки, у нас был мощнейший объем на текущем контракте. Мощнейший объем был сформирован в прошлый четверг. Понимаете, в прошлый четверг был огромный объем здесь инициирован. Реакция, ретест и снова выход вверх. При более детальном рассмотрении его же на часовом тайме, здесь, по сути, та же самая картина. Депок у нас месячный, достаточно длительное время находится в районе 40-60 по текущему контракту пролонгированному. И на часовом графике очень хорошо видно то, как цена сформировала у нас данную кульминацию. Если посмотреть внимательно, опять-таки, на протяжении даже всего роста, который был сформирован еще последнего цикла с 28 апреля, то получается, что самый большой, самый крупный объем у нас как раз-таки был в прошлый четверг сделан. И какая на него была реакция, реакция на него была откупа. Поэтому я считаю, что в дальнейшем у нас все равно с большей долей вероятности мы будем смотреть именно восходящее движение. Поэтому нефть я лично смотрю именно на лонги. И абсолютно, Артем, с тобой полностью согласен, потому что перспектива по нефти сейчас больше все-таки лонговая на рост. И цели у меня поставлены на 42.50 и 43.80. Это стратегический уровень. Еще с дневного графика он был взят. Ну и плюс ко всему еще и верхние границы рынка у нас недельные. Это уже даже молчу про месячные. У нас недельные попадают вот сюда вверх. А месячные, так и вообще подавно находятся в районе 45-46. Поэтому я считаю, что приоритет здесь вверх. Денис, спасибо тебе за твою точку зрения. Традиционно давай следите за реальной отработкой наших идей, за то, куда пойдет рынок. Повторюсь, друзья, то, что сейчас в плане ожиданий. Есть настрой на все-таки потенциально решение, которое может быть принято по фискальным стимулам. Поэтому контролируйте риски, следите за загрузкой депозитов. Это очень важно. Рынки прогнозируемые, конечно, но очень опасны сейчас. И волатильность последних недель по ряду инструментов явно это доказывает. Денис, хорошей тебе и торговой сессии, и в целом все недели. И до встречи в четверг. Да, взаимно, коллега. Тогда до четверга. Продолжение следует...